В Тверской области стартовала прививочная кампания против гриппа. В регион поступило уже более 210 тысяч доз вакцины. Привить планируется как минимум 60% населения региона. Это позволит создать коллективный иммунитет, в том числе против новых штаммов. О том, как будет строиться работа по вакцинации жителей Верхней Волжьи, а также о чем важно помнить желающим сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса. На эти и другие вопросы нашему телеканалу ответил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Раздорский. Ежегодная вакцинация россиян против сезонного гриппа началась 2 сентября. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как отметила руководитель ведомства, ситуация с заболеваемостью гриппом в стране пока стабильная. Тем не менее, уже были зарегистрированы первые случаи заражения вирусом группы А, H3N2, вирус свиного гриппа, который считается одним из опасных, так как вызывает довольно тяжелое течение заболевания. Впрочем, вместе со знакомыми штаммами в Россию в целом и в Тверскую область в частности приходят и новые разновидности гриппа. В этом году для нас актуален грипп А, H1N1, Виктория, и грипп А, H3N2, Камбоджа. Это новые штаммы. У нашего населения против них нет иммунитета вообще. А учитывая тот факт, что в прошлом 2020 году циркуляция вирусов на территории и Тверской области, и Российской Федерации в целом, она была ограничена в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, действующими ограничительными мерами. Это создает предпосылки для существенного подъема заболеваемости в текущем году. По прогнозам специалистов, сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается уже в ближайшие недели. Впрочем, к нему медики готовы, что называется, во всеоружие. На сегодняшний день в Тверскую область поступило уже более 210 тысяч доз вакцины, из которых большая часть, а именно около 177 тысяч доз, это четырехвалентная вакцина «Ультрикс», которая, отмечает Александр Раздорский, на сегодня является одной из наиболее эффективных с точки зрения формирования иммунитета против гриппа. Также иммунизация населения Тверской области будет проходить с помощью трехвалентной вакцины «Совий грипп». Как для четырехвалентной вакцины, так и для трехвалентной вакцины поменялся антигенный состав этих вакцин. В трехвалентной вакцине из трех поменялось два штамма, в четырехвалентной вакцине поменялось два штамма из четырех, соответственно. При этом грипп «Б», который традиционно ежегодно входит в состав вакцин, те штаммы, которые были в прошлом году, они актуальны и для текущего года. При этом не стоит забывать и о сохраняющейся угрозе распространения коронавирусной инфекции. Здесь, отмечают специалисты, также одним из наиболее действенных методов снижения риска заболеть является вакцинация. Этой осенью многие граждане будут вакцинироваться уже повторно, и в таком случае, говорят эксперты, важно соблюсти определенные правила. Так, временной промежуток между прививками против гриппа и COVID-19 должен составлять не менее одного месяца. В таком случае нагрузка на организм будет минимальна. И помните, вакцинация лишь один из методов борьбы с болезнью. Совершенно не лишним будет также носить средства индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, помнить о социальной дистанции.